Всем здарова, вы на канале OvalCoding, меня зовут Андрей, и это вторая часть проекта Своя социальная сеть на Python. Здесь я показываю и рассказываю, как я делаю свою социальную сеть. Она называется CreaPlace, сервис знакомств по общим интересам. Ну а тестировать этот проект будете вы, по ссылке в описании. Если вы еще не смотрели первую часть, вы можете это сделать по подсказке. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра. Давайте для начала сделаем, чтобы можно было редактировать профиль. Для этого создадим отдельную модель для каждого пользователя. Профиль. С помощью модели мы, можно сказать, задаем строчке базы данных. Например, модель пользователя, которую мы сделали в прошлой части, содержит имя, дату регистрации и тому подобное. Ну а в модели профиля мы запишем дату рождения, место жительства и так далее. Для места жительства подойдет текстовый тип данных. Charfield. Для дат есть специальный тип Datefield. Но так как реплейс это не прострогие цифры, а про творчество, я решил дать дате текстовый тип данных. Ты можешь написать свой возраст и текстом, и цифрами, или вообще просто написать старый. Креплейс – сервис для поиска людей с похожими интересами. Значит, пора уже сделать эти самые интересы. Они будут называться скиллами. Создаем отдельную модель для них. У скилла есть только одно поле – название. В профиле можно будет выбрать сразу несколько скиллов. Создаем поле Skills. И тут нам понадобится тип данных Many to Many Field. Многие ко многим. То есть в поле профиля скиллы можно будет выбрать несколько объектов из модели скиллы. То, что нам надо. Для аватарки прописываем поле Image Field. В параметрах указываем путь, где будут сохраняться аватарки на сервере. Теперь давайте сделаем редактирование профиля и установку скиллов. Все достаточно просто. Как просто в ролике создаем форму и принимаем туда данные, отправляя в профиль пользователя. Со скиллами чуть посложнее. Сейчас разберемся. Создаем HTML файл для страницы редактирования профиля. Там выводим текстовые инпуты и делаем их более привлекательными с помощью CSS. Для аватарки используем input с параметром type равно file. В файле обработки страниц views принимаем текст из форм, файл фотографии и записываем все это в профиль. Добавим кнопку редактировать профиль и сделаем ее ссылкой на страницу, которую только что наверстали. Теперь страница со скиллами. Сделаем столбик с выбранными скиллами и чуть ниже список всех скиллов с поиском, чтобы было удобнее. Поиск мы будем делать на JavaScript. И вот мы хотим сделать поиск на странице по названиям элементов. Как его сделать? Программирование это неконтрольное по информатике в школе, поэтому пользоваться интернетом не можно, а даже нужно. Главное умение программиста гугление. Если решение не нашлось на русском языке, переводим запрос и пробуем снова. Мы нашли решение нашей задачи, смотрим и делаем так же. По сути, почти все, что вам уже понадобится, уже кто-то делал до вас. Но не все так просто, возникают ошибки и несоответствия. И в их решении заключается программирование. Прописываем поиск на JavaScript и готово. Скиллы в профиле будут меняться динамически, то есть без перезагрузки страницы. Тут нам снова нужен JavaScript. Пишем, что при нажатии на кнопку плюсы рядом с названием скилла, мы отравляем запрос на сервер. И на сервере добавляем в профиль пользователя скилл, который он выбрал. С кнопкой удаления скилла все то же самое, только наоборот. Но выбрать скилл можно только из представленной базы. Поэтому если вы занимаетесь полировкой грязи, резьбой по книгам или ездой на велосипеде по болоту в маске с трубкой, то вы вряд ли найдете свое увлечение в списке. Да, и такие хобби существуют, я тоже не знал. Поэтому в будущем надо будет реализовать и добавление своих скиллов. Отлично, теперь можно редактировать профиль и задавать скиллы. Но профиль пустует, добавим возможность создавать посты. Создаем модель поста. У него есть даты публикации, фоточка и сам текст поста. Позже мы привяжем к нему лайки и комментарии. На странице аккаунта оставляем кнопку со ссылкой на страницу, где мы ставим input для текста поста. Чтобы было красиво, уберем обводку. Это параметр CSS border none. Добавим input файла для картинки поста и кнопку для отправки пост запроса на сервер. И на сервере просто создаем пост с текстом и фоточкой, если она есть. Тестируем. Фотография не отправляется. Ничего не меняя, пробуем еще раз. Не заработало. Пишем нашу проблему в браузер. И вот такая же ошибка возникла у человека со Stack Overflow. Это как мейл-ответы, только для программистов и не дерьмо. Добавляем специальный параметр в форму и код обработки на сервере. Пробуем, работает. Отлично, мы решили проблему. Все молодцы. Теперь, когда у нас есть профиль, надо сделать, чтобы можно было глянуть, кто там что написал. Реализуем поиск пользователей. К Replace не хватает меню, куда можно было бы вставить ссылку на поиск. Нам нужны иконочки. Залетаем в Photoshop. Продолжение следует... Ой, немного отвлеклись. Продолжаем. Положим наши иконки в формате PNG, чтобы они были прозрачными в папку Media на сервере. Делаем фиксированное меню и там оставляем ссылки на страницы нужных нам категорий. Аккаунт, поиск и чуть позже добавим мессенджер. На каждой из страниц будем менять картинку меню на подсвеченную с помощью CSS. На странице поиска разместим Input. И в коде действия сервера мы будем осуществлять поиск по введенному имени и отправлять подходящие варианты на страницу. Если строка поиска пустая, то отправляем последних пользователей из базы данных. Когда пользователей станет слишком много, нельзя будет уводить всех сразу, браузер не сможет обработать столько карточек. Поэтому мы будем подгружать список пользователей динамически. Изначально мы будем отправлять только первые 20 карточек. Когда пользователи пролистают все 20, мы отправим еще. Также это работает во всех социальных сетях. Вы можете заметить, что при пролистывании определенного количества постов происходит татурска следующих. Отлично. Не самый умный, но поиск. И теперь я хочу рассказать вам про бадди. То, без чего программирования не было бы программирования. Баг это ошибка. Например, по нажатию на определенную кнопку должен отправляться код на сервер. Но ничего не работает. Ничего не меняем, пробуем еще раз. И заработало. Странно, да? Ну и что же в этом крутого спросите вы? Написал код, а ничего не работает. А я вам отвечу. Мы смотрим и формулируем проблему. У нас это Python, Django, Ajax. Запрос не отправляется на сервер. Гуглим. Есть несколько ответов. Пробуем все. Ничего не подходит. На этом моменте уже начинает подгорать от того, что ничего не работает. Уже яростно долго по клавиатуре переводим запрос проблемы на английский. И вот еще одно решение. Пробуем. Снова ничего не работает. Откатываем все как было. И меняем параметры. И все, что можно поменять, меняем, пробуем. Прошел уже час. И вот вы сидите, уставившись в монитор и пытаетесь понять, почему это говно не работает. Гуглите, переписываете все раз за разом. И вдруг, добавив какой-то параметр, совместив это советом из интернета, проблема решена. И вот тут наступает реальный кайф. Ты смотришь на результат и все работает. Хочется просто кричать от радости. Обычно я так и делаю, кстати. ШУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ эмоции. Этот кайф не отпустит тебя на протяжении дня и даст мощный заряд хорошего настроения. Чтобы ощутить это, я вам советую самим попробовать программирование. Разумеется, я привел достаточно простой пример. Бадди бывает намного сложнее. Возможно, придется переписать часть кода, который уже написан. Может уйти целый день, но баг будет решен. И это реально прикольненько. То, как я решаю бадди в реальном времени можно посмотреть в новой рубрике на кодил. Ссылка в описании. Вот это падла. Вернемся к социальной сети. Нам нужен мессенджер. Создаем URL dialog slash user ID. User ID это параметр. Как раз ID пользователя, с которым у вас переписка на этой странице. Создаем модель месседж. В ней мы будем отдельно хранить каждое сообщение. У сообщения есть отправитель, получатель, дата и время отправления. Триггер видимости у получателя и отправителя. И триггер прочтения сообщения. Два триггера на видимость нужны как раз для того, чтобы работала функция удалить у себя, как во многих популярных мессенджерах. Просто отключается видимость у одного из участников беседы. И даже если вы нажмете удалить у всех, просто выключаются триггеры у обоих участников беседы. Ну а сервер помнит все. Что вы и когда написали. На странице диалога внизу мы ставим фиксированный input с кнопочкой для отправки сообщения. Вверху выводим имя человека, с которым ведется диалог. А в остальном пространстве вводим сообщения. Свои сообщения прижимаем к правому краю, а чужие к левому. Это делается с помощью параметров float. Left или right. Давайте реализуем отправку сообщений. Что мы должны сделать? При нажатии на кнопку отправить мы должны создать сообщение и отобразить его на странице. Создаем javascript файл и привязываем его к странице отправки сообщений, которую только что создали. Как обычно это взаимодействие между функцией на сервере и функцией на стороне пользователя. На стороне сервера мы создаем объект сообщения и возвращаем обратно сигнал, что сообщение успешно создано. Ну а если произошла ошибка, то сервер не ответит. Теперь разберемся со стороной пользователя. В том javascript файле, который мы создали только что. Там мы чекаем нажатие кнопки отправки и отправляем текст из инпута, то есть наше сообщение. В ту функцию, которую мы написали только что. Там сообщения создаются на сервере, как строка в базе данных. Но это новое сообщение не появится на странице, пока мы ее не обновим. Ведь все данные подгружаются на страницу сервера только во время загрузки страницы. Значит будем создавать сообщения на странице вручную. Просто прописываем, чтобы в блок чата добавилось сообщение с текстом, который ввел пользователь. Также нужно принимать сообщения. Создаем функцию, которая каждую секунду будет проверять нет ли мессенджеров с параметром isWidgetRenoFalse. Если они есть, то она их выводит в список сообщений. Все, простейший мессенджер готов. Пользователь может забыть пароль от аккаунта и тогда не сможет войти на Creplace. Давайте реализуем функцию восстановления пароля. Все точно так же создаем новую страницу. Ссылку на нее оставим под формой входа по кнопочке не помню пароль. Отправляем код на почту, которую ввел пользователь. Если код верный, подтверждаем смену пароля и редиректим. То есть перенаправляем пользователя на страницу ввода нового пароля. Отлично, восстановление пароля работает. Давайте сделаем еще удаление постов. Кстати, процесс, как я это делал, вы можете посмотреть в рубрике на кодил. Интересно будет всем. Когда смотрите ролик, переходите по ссылке в описании. Итак, удаление постов. Берем иконочку и размещаем у поста. При нажатии на нее создаем кнопочку удалить. Это делается на стороне пользователя с помощью джаваскрипта. Получается вот так. А уже при нажатии на кнопочку делаем запрос на сервер, где просим удалить этот пост из базы данных. Так как изменения произошли только на стороне сервера, пост исчезнет только после перезагрузки страницы. Это такое себе. Поэтому снесем его вручную с помощью функции ТЛИН. Также просто я сделал и кнопку лайка для постов. К посту в базе данных делаем поле, которое содержит лайкнувших этот пост пользователей. По нажатию кнопки обновляем количество лайков и меняем картинку. Вот так вот классно. Нажимается кнопочка лайка прямо под публикацией. Прямо внизу вон там кнопочка лайка нажимается. Нажмите кнопку лайка. Ну вот и все. Креплэйс 2.0 готово. Мы с вами проделали большую работу. Переходите на Креплэйс по ссылке в описании и протестируйте весь функционал. Напишите свои идеи, мысли, отзыв в комментариях. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Большое спасибо всем донатерам Креплэйс. Их имена написаны на странице почета. Вы тоже можете поддержать проект материально под ссылкой в описании. Все деньги пойдут на оплату хостинга. Вы окажетесь в странице почета, получите особую роль и чат в дискорде. Поддержать проект можно и нематериально. Просто поставьте лайк, пишите на канал, покажите это видео своим друзьям, маме, папе, своей собаке. Это будет лучшая поддержка. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там будут более частые новости о Креплэйс и канале в целом. Ссылка в описании. Я не знаю, когда выйдет следующая часть. Я не вижу амбиции в проекте Креплэйс как-то на форматной социальной сети. Я начинаю работать на Креплэйс немного в другом формате, но с той же идеей. Поиск друзей по общим интересам. Подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропустить самое интересное. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Дальше будет только больше.